Девушки отдыхают 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 Есть свои плюсы Два мы уже перечислили Три это питание Как для четверки, для тех, кто был в пятизвездочных отелях Которые эконом-вариант Отмечают, что здесь питание совершенно не хуже Если говорить про All-Inclusive Но All-Inclusive как All-Inclusive тоже стандартный Как в обычных пятерках, так и здесь Потому что он местный Но, соответственно, перечень тот же Я так понимаю, что это Шарксбэй, бухта, правильно? Да И это Нету ветра Это Короткий потон Это и дальше хотела перечислять Молодец, продолжай, продолжай Короткий потон, Нету ветра Все абсолютно верно Если говорить для кого, ну не знаю Я бы, наверное, больше рекомендовала для молодежи Потому что для тех, кто любит потусить Потому что есть куда выйти Но очень много все равно семей и с детьми тоже Выбирают эту гостиницу И при этом всем они все равно довольны То есть им молодежь не мешает Как-то они, скажем так Даже если тусят Вот на фото сейчас очень хорошо видно формат отеля Здесь бунгального плана гостиница Да То есть не основные здания Соответственно, если кто-то где-то гуляет К другому бунгалу этого просто не слышно Поэтому достаточно удобно Территория, как я люблю говорить Небольшая, немаленькая Помимо того, что она зеленая и с цветами Она ухоженная Она действительно достаточно ухоженная Если про сервис То сервис, ну стандартный Кому-то повезло с уборкой Кому-то не повезло с уборкой Тоже вот что-то отметить, что прям Мега хорошо бегут по первому зову Нет, не скажу И то, что все плохо Не скажу тем более Поэтому Почему она четверка? Потому что ты говоришь Все признаки пятизвездочного отеля Нет На самом деле вообще Но я могу долго рассказывать Есть свои критерии О сертификации пятизвездочных Четырех-трех отелей У меня вообще Однажды Клиент спросил Почему Если это пять звезд Она не на берегу То есть и такое бывает Вот Поэтому есть свои сертификации Если мы говорим о Египте Это вообще что-то условное Абсолютно условное Потому что Есть отели, которые называются Пять звезд На них вот прям висит Пять звездочек Непонятно мне Вообще это все деньги Скажу так Это еще ко всему деньги Это есть какие-то Маленькие там принципы Не помню С кем-то отелем Разговаривала В Европе Просто за то Что маленько Там не хватает Пару метров Крытой стоянки Им там не дали Очередную звезду Или там маленький бассейн Или еще что-то То есть свои критерии Здесь честно Не скажу какой момент Знаю только то Вот кстати по цифрам Если мы говорим по цифрам Сейчас я вернусь К Дальше К осмотру отелей Но Одна из причин Здесь же не важно Сколько звезд вообще висит На самом деле Если Ты уже ездил Либо если тебе рекомендуют Ты понимаешь Что там хорошо Такие отели Если мы говорим о Египте Они стоят как пять звезд Данная гостиница Например Стоит 991 доллар То есть Это стандартная пятерка Это за двоих Это неделя Это середина октября То есть Вот пожалуйста И каждый уже для себя Выбирает Ему главнее Там Отдыхать в пяти звездах Да Чтобы оно называлось Пять И он скажет Своим друзьям Приедет Я отдыхал в пяти звездах Как любят наши туристы Живут в пять плюс Где все включили Но Вообще люблю эти плюсы Когда говорят Просто здорово Вот Ну это такое А кто-то просто скажет Блин Там у меня было все Здорово Удобно Комфортно Вкусно Весело С коротким понтоном С прекрасными рыбами Он все Отдохнул на максимум Все То есть Собственно Я только что Перечислила За что я рекомендую Эту гостиницу А я ее Однозначно рекомендую Если возвращаться Все-таки К Осмотру Интернет Что Интернет Как обычно На На Рецепшн Я вообще В обзорах Как-то мало Говорю про интернет Честно скажу Потому что Ну он очень часто Условный Даже если он И есть на Рецепшн Даже если он Неплохой И тянет Но если туда Все выходят Например утром Или в обеденное Время Или вечером Но все равно Есть вопросы Поэтому В плане интернета Всегда рекомендую Приехали и купили За 10 долларов Карточку И вам ее хватит Минимум Там на 7 На 10 дней Просто с головой Для всех соцсетей Для всей работы Переписки И тому подобное Ну на самом деле Вот я сейчас Вспомнила Свои египетские интернеты Когда вот интернет Бесплатно Он на ресепшне И где-то там Еще рядышком Ресторана Но вот Когда ты купаешь Я по-моему Покупаюсь Это 15-20 долларов Он стоит на неделю Также вай-фай И он у меня ловил И на пляже И вести это только угодно Но иногда Полезно побыть Без соцсетей Это уже решает Каждый турист Который бронирует Эту гостиницу Знаешь Вчерашняя шутка На тему Соцсетей Ты говоришь Попалась в ленте Когда кто-то говорит А вы в курсе Что Абсолютно С любого аэропорта Можно улетать Не зачекинившись По-моему Это уже давно Невозможно Потому что Каждый Когда отдыхает Я тоже Я имею в виду Что я не про аэропорт Я про отдых И про соцсети Крайне редко Получается Вот так вот Выключить телефон Либо Если Так получилось Я уже рекомендовала Потому что У нас осталась Одна минутка На этот отель Выше перечислила Еще раз Что Территория Питание Местонахождение Атмосфера Оптимальный Сервис И Все-таки Для кого И для молодожи И для семей Потому что Все-таки Аниматоры Здесь стараются Здесь по-моему Даже не один А несколько Детских клубов Поэтому В любом случае Да Детские клубы С 4 до 12 Молодежь Да Через секунду Континентальплаза А то пошли Севенчина Шалей Сеть агентств Горящих путевок Представляет Все горячие Предложения Египта На одном сайте Не знаешь Какой тур В Египет Подходит тебе Узнай у нас Консультации Экспертов Онлайн И по телефону Подробная Достоверная Информация О курортах Египта В одном месте Мы 20 лет На рынке Туристических Услуг Поэтому Партнеры Дают нам Лучшие цены Постоянные Акции С горящими Турами Большая Сеть агентств Система Рассрочки Для наших Клиентов Не знаешь Какой тур В Египет Подходит тебе Узнай у нас Египет HotTour Com.ua Субтитры Субтитры Продолжение следует...